всем привет сегодня у нас будет обзор на дерево триант многие называют его бревном дерево расскажу покажу где использовать кто не знает как как прокачивать надо ну чем особенно этот герой он у нас рисует героев которые умерли этом во время боя дает возможность им скажем так продолжить бой также он уменьшает процентный получаемый урон вот у меня на десятке шесть союзников то есть фактически те герои которые там у вас есть на таблетках получают от него защиту на 50 процентов он режет урон противника это довольно таки много на 5 секунд а куда он 6 секунд это очень очень хороший герой которого можно использовать в разных по локациях это очень ощущается когда он включает свой скилл также он оживляет 5 героев с 70 процентов здоровья один раз на героя то есть если у вас герой умер он может его резнуть и сразу 70 процентов здоровья будет в нем видите нас уже дописали что оживление героев работает только в атакующих режимах уменьшение получаем урона во всех режимах раньше этого не было по крайней мере я тоже не видел то есть на защите допустим у вас он не срабатывает но защита будет срабатывать уменьшение урона нарезать он конечно не будет если бы он резал это был бы вообще бесценный герой так ну на десятке видите какие что дает его умения давайте по талантам какие есть варианты варианта тут есть два либо ремка либо ожива я все же склонен к ремке почему потому что вы первых вы можете поставить оживу и он резницей и сразу же учить свое мнение и можно поставить психо щит чем с ремкой 5 будет психо щит хорош когда вы допустим его там на битве гильдии в атаке будете выпускать либо в других локациях есть такой шанс что вашего героя застанет либо кинут молчанку там resa сразу же и вследствие чего он просто не сработает те же самые вертолетики стрелка могут отнять энергию если у вас будет психо щиты вы выпустите его менее сразу же сработает по нем не пройдет стан то есть он изначально ударит а потом пройдет стан а не наоборот поэтому все-таки лучше качать точнее ставить не качать ему ремку оживу у кого есть но многие собирают там рунами это немножко не то все-таки топовая это ему ремка я жива рунами либо психо щит если там зависит все от локации по питомцам можно ставить все что хочешь тут в принципе не принципиально для него его задача просто дать баф и воскресить по жизням честно говоря там лайтовый герой то есть у него жизни не очень много поэтому его желательно всегда ставить на задние на заднем задней линейке скажем так то есть во всех локациях впереди его ставить нежелательно потому что его очень быстро сольют это не танк так давайте дальше ну пару нами уже объяснил что ставить надо по артефактам ну медалька либо кубок жизни лучше все-таки медалька кубок жизни лучше все-таки другим атакующим героем танком каким-то ему медальки хватит с головой еще есть вариант поставить ему меч молний чтобы уклона было побольше почему сейчас вам покажу давайте так почему потому что в созвездии на лучше все таки ему ставить уклон чтобы он ухилялся уклонялся это так вражеские героев самый топовый талантик ему будет точнее созвездия будет уклон есть варианты поставить ему жизнь но все-таки уклонение как все видят самый топовый талант поэтому до пвп локации именно уклонение ему лучше всего и если вы поставите в меч молнии это еще будет лучше так по талантикам что ему можно ставить я себе поставил хранитель леса и чистая вреда воли потому что он снимает все негативные состояния с героя восстанавливает 30 процентов здоровья то что здесь кулдаун это в принципе 8 секунд это много но если он раз работает этого хватает этот герой у вас долго стоять на картине будет поэтому тут хватает одного раза что еще ему можно поставить в принципе проклятое поле это можно всем ставить не советую можно поставить безмолвный выстрел плюс одну клетку там наложит молчанку заблокирует доспеха вот доспех можно поставить у него будет плюс 25 процентов жизни это довольно таки немало принципе все то есть я у меня стоял доспех я поставил себе хранитель леса у меня он просто не дохнет он вечно срабатывает так ну давайте вам покажу кто не знает кто первый раз будет смотреть не знаю многие это конечно уже знают смотрят до многих будет все равно интересно как он работает если по выпускаю своих героев надеюсь они тут не сольют всех принципе тут есть стрелок правда афина сейчас может их всех затащить не в принципе хранителя не затащит осмой еще ирину сюда выпустим наши героев добивают и совсем правда добивают или ну им тут придется немножко поморочиться эти чем хороший нос огненной защитой хранитель об него убивается вертолетики точно так же он себя подхиливает вот вам ранить их просто слился и стрелок тоже умер видите вот вы выпускаете дерево она сразу рисует всех ваших героев давайте эти давайте еще разок не будем уже дин упускать ник тут можно в принципе ирину пустить с посмотрим как стрелок будет видите уже у стрелка по чуть-чуть по чуть-чуть отнимается чем хорошей ринус огненком даже против дальников которые таких как стрелок очень полезен еще кинем вот запускаем где-то отсюда вот он сразу же восстановил всех наших героев то есть дерево это для пвпшных атакующих локаций самый имбовый герой сейчас я вам покажу в каких локациях его можно использовать так все добили во-первых даже просто в рейдах там кто-то фармит можно использовать вторая локация основная на которой его используют это битвы гильдий минусоводы используют очень часто дерево чтобы восстановить а практически все используют его на битве гильдий также можно его использовать на гильдийских боссах чтобы восстанавливал ваших героев которые там случайно могут умереть или давал защиту на архидемоне довольно часто его используют на атаке фартов очень процентов наверно 50 пачек бегают вместе с ним потому что если там кого-то сливают под аресом случайно дерево сработает его подымет забытая битва однозначно на арене даже использует в экспедиции используют в забытой битве у меня по моим они у меня есть я поменял пачки вот он у меня стоит на заднем плане то пачка атакующего атакующая пачка получается тут все сразу же включаются только тут надо вот тут не с ремкой стоит сейчас выражай то есть вот такая вот пачка сейчас вам покажу а смыну берем этого выражая поставим который с 5 ремка чтобы вы увидели но если получится конечно же с нас рожай вот алладин тут наверно конечно эту пачку ну эту пачку нереально просто слить герои с автопроком плюс усиление атаки просто разносит все оба может кого-то все-таки сольют потратим все попытки ну заодно посмотрим то есть очень хорошо на нем будет если у вас такая локация как забытая да там моментально вам надо чтобы сработало все таки лучше ставить ремку ставить психо щит и поставить живу ну не всегда живо спасает потому что дерево либо под станом стоит либо адресом просто умирает поэтому я все-таки склонен больше психо щиту она хоть дает сразу на защиту увидите да тут пачка с ремками стоит реально просто с может какого-то топов с третьим то есть даже если она будет срабатывать там не будет без героев 50 процентов защите это очень много так ну и не смогли сожалению не смогли осили сейчас поменяю пачки немного так давайте его поставим уберем а поставим и раз а вот сюда поставим дерево попробуем так скинул называется блин 3 пачкой здесь сейчас последний заход нам удастся все-таки посмотреть если смогут слить ну-ка попробуем вот тут слабенькие с первой эволюции сейчас их просто разбил хотя там ворожай есть но я думаю он там не особо спасет да не спас ну к сожалению не смогли увидеть но в принципе его и так знаете видели моя задача была вам показать рассказать что ему лучше всего будет пишите комментарии какого вам еще героя сделать обзор ставьте лайки лайкайте больше видео а то какие-то просмотров полно лайков очень мало скупые на лайки все всем спасибо всем пока лайкайте 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 лайкайте